Дорогие друзья, я очень рад поприветствовать вас у нас в студии на передаче «Деяния». И верю всем сердцем, что «Деяния» они не прекратились. Это единственная книга, которая продолжается писаться с судьбами и тысячами людьми по всему лицу земли. И так интересно прослеживать почерк Божий в судьбах того или иного человека. И сегодня пойдет разговор, и эта передача будет об одной личности, которая для меня очень ценна. Я рад дружбе с вами. Это епископ церквей «Дверь неба» города Днепропетровска, старший пастырь Юрий Коновалов. Мы очень рады поприветствовать вас в студии. Всем сердцем верю, что эта передача принесет большое благословение лично для вас и вашей жизни. Поэтому советую быть внимательными. Много раз Иисус говорил такую мысль «Имеющий ухо дослышит». И хотелось бы, чтобы сегодня люди, которые смотрят, они могли для себя что-то подчеркнуть. Давайте начнем все по порядку. Сегодня вы старший пастырь церкви. Церковь немаленькая. Верю всем сердцем, что имеет влияние в городе. И многие люди смотрят и говорят, ну, конечно же, ну, мне бы такую церковь, такие возможности. Но хотелось бы сегодня вместе с вами перекрутить эту ленту назад. Больше 17 лет. Я так понял, вы служитель уже 17 лет, как пастырь церкви. Вот. В Боге вы сколько уже лет? 21 год. И если не секрет, сколько вам лет? Мне 44 года. 44 года. Хотелось бы вернуться к этому молодому парню больше 21 года назад. Вот с чего все начиналось. Давайте даже вернемся с самого начала. Вот. Где вы родились? В какой семье воспитывались? Хорошо. Для меня это действительно большая привилегия сегодня участвовать в этой программе. И также очень благодарен Андрею Шаповалу, что мы имеем такие отношения дружеские. Да, спасибо. Что я могу видеть в лице Андрея, моего соратника, в теле Христовом. Мы работаем на один результат. Амам. Мы прославляем одного великого Бога. И неважно, где мы живем, но есть у Бога, наверное, команда Божьей мечты, которую Он соединяет для жатвы последнего времени. Поэтому очень рад, что сегодня пригласил меня. Спасибо. И буду, верю, полезен тем, кто нас сегодня смотрит. Спасибо. Начнем, наверное, сначала, потому что я верю, что Господь избирает своих служителей еще даже до того, как они появляются, наверное, на этот белый свет. Написано еще до прежде сотворения мира Он предназначил многих из нас быть делателями. Как это до конца, я не понимаю. Но я видел, что в самом начале моего вообще появления на эту землю, сатана, наверное, как-то, не знаю, каким чувством предчувствовал, что какая-то опасность есть от этого человека. Потому что до шести лет я очень много раз был в серьезной проблеме, связанной с моим здоровьем. То есть до шести лет я шесть раз болел воспалением легких. И у меня был диагноз хроническая пневмония. И врачи говорили, да нет, это такой чахлый мальчик, который навряд ли что-то там в жизни достигнет. Ну, знаете, как врачи любят ставить диагноз. Но Бог, видимо, точно так, как когда-то Иисуса еще в детстве пытались убить карательные отряды Ирода. Он сохранил Господь меня. Сохранил. Я верю в это сверхъестественное призвание. Но был период, когда я знал о Боге, но не знал его лично. И этот период продолжался до 23 лет в моей земной жизни. В какой семье вы родились? Отец, мать, несколько слов. Я родился в классической православной семье, где в принципе Бога не отрицали, но иметь личные отношения с Богом не имели. Да, как много миллионов людей, живущих в бывшем Советском Союзе. Религия была запрещенной темой. И родители каким-то образом были высок... ну, не сильно высокопоставленные, ну, скажем так, интеллигентные люди, которые, ну, под риском, скажем так, своих религиозных убеждений могли лишиться всего. Поэтому мы росли в семье, где в принципе в Бога верили, но такого, скажем, посвящения или познания Бога не было. Сколько вас в семье? У нас было двое, двое мальчиков, ну, в смысле, у моих родителей было двое сыновей, я младший, у меня есть старший брат. И вы знаете, вот интересно, что моя бабушка, которая, она была безграмотная, потому что она родилась в такое смутное время, революция, она не смогла получить даже образование, она была домработницей в одной семье богатых людей. Но ее сердце всегда как-то стремилось к Богу. Я видел по ее поступкам, ее мышлению, что она была глубоко верующий человек. И в принципе она мне как бы старалась привить веру, потому что я был ее внуком, и она хотела, чтобы моя жизнь была хорошая, благословенная. Мы с ней совершили много всяких паломнических поездок по православным храмам, мы целовали иконы, ставили свечки, принимали какое-то причастие традиционно православной церкви. Я помню, что как бы вот первые впечатления о моей вере в Бога были как-то связаны с ней. Но шли годы. После того, как мой отец оставил семью, я оказался при живом отце без отца. Улица, мне было 10 лет, когда отец бросил маму, оставив нас двоих как бы на выживание. Можно я перебью вас? Вот вы пошли в школу. Как вы учили в школе? Первые 8 лет школы, тогда была десятилетка, я учился более-менее хорошо. Но влияние улицы, влияние старших подростков на мою жизнь, они, конечно, сыграли свою роль. Но вот в 10 лет вас бросает отец. Мне интересно. Я, во-первых, верю всем сердцем, пастор Юрий, я верю, что вот Бог видит всю картину. Абсолютно всю картину. В контексте. В контексте всей вашей жизни. Да. Уже знает, и вы уже посажены на небесах. То есть, все в контексте его видения, его взгляда. Но мне интересно, так как это передача деяния, и мне интересно прослеживать почерк сам Бога. Мне даже кажется, что не то, что кажется, а убежден, что даже когда вы не знали Бога. И вот в этом процессе Бог везде участвовал. Конечно. То есть, Бог настолько участвовал. Но мне интересно, вот вы пошли в школу, да, в 7 лет тогда шли в школу, в 10 лет вас бросает отец. Отразилось это каким-то образом, вот лично на вас? Конечно. Я, во-первых, очень сильно был, ну, как бы огорчен и расстроен, потому что у моих друзей в классе одноклассников были отцы. И когда ты знаешь, что твой отец воспитывает чужого ребенка такого же возраста, как я, ну, мое сердце было просто закрыто. И я был, ну, зол на него. Не хотелось, знаете, что я не знаю, как-то доказать ему, что я тоже, как бы, человек. И я, ну, как бы, нуждаюсь во внимании. Но отец был занят молодой своей женой. И, как бы, мне очень было обидно, что, ну, со мной вот так произошло, потому что были рядом соседские мальчики, у которых была полноценная семья. И это побудило меня, как бы, знаете, искать, как бы, людей, которые могли бы мне в жизни, ну, показать дорогу, да. Но, к сожалению, всегда на том месте, где должен был, допустим, быть Бог или Отец, там всегда, как говорится, свято место пусто не бывает, появляются другие персонажи. Вот в моей жизни были старшие ребята, с которых, ну, хотел я или не хотел, я стремился к такому мужскому, как бы, авторитету. И они начали меня, ну, действительно, уводить в сторону от Бога. Потому что, знаете, в юные годы, там, всевозможный алкоголь, сигареты, даже наркотики, они плохо сказались на моем воспитании. И до армии, до того, как я пришел в армию, я, наверное, лет раз в пять чуть не сел в тюрьму. По глупости, по шалости, ну, смотришь сейчас, просто дьявол уже тогда хотел, как бы, разбить мое призвание, которое, может, до конца не понимал, но он предполагал, что я могу когда-то что-то сделать для Бога. Поэтому меня срочно надо, скажем так, остановить и разломать всю судьбу от Бога. Ну, по милости Божьей, я не сел в тюрьму, но я был в армии, в советской армии, где... Где вы служили? Я служил в Беларуси в 86-88 годы моего служения. И там была очень серьезная, очень серьезная ситуация. Мне приходилось ломать мой характер, ломать мои стереотипы. И я был очень сейчас благодарен за то время. Было очень тяжело и сложно, но это каким-то образом сыграло... Формировало как-то вас, да? Формировало личность, сформировало какую-то мужскую позицию в жизни. И эта армия, ну, повлияла на меня, потому что я пришел с армии и все. Я знал, если я сейчас что-то не изменю в своей жизни, то меня опять может, как бы засосать в плохие места, да. Я женился в 20 лет. Меня дождалась моя невеста. Дождалась? Дождалась. То есть вы были знакомы до армии, да? Три года до свадьбы, в 17 лет я познакомился. Вау. И так интересно, что я, ну, по сути, вот пристал к ней в магазине. Да. И первый вопрос, я увидел симпатичную девушку. Первый вопрос, который я задал, я увидел на ее, как бы, ну, типа украшения, сцепочка с крестиком, да. И я спросил, девушка, а вы что, верующая? Она повернулась на меня, на меня посмотрела, говорит, да, а вы, ну, парни. Я говорю, я тоже верующий. И так произошла наша встреча, наше знакомство. И она дождалась меня, мы встречались до армии год, и два года она ждала меня. Молодец. И когда я вернулся с армии, я понимал, что это надо, да, ну, как бы, серьезно делать в жизни, и я женился. И знаете, единственное желание в моем сердце было после женихбы, чтобы Господь благословил наш брак. Потому что я видел негативный опыт родителей, я как-то понимал, что это где-то прямо или костюм. Господь, но вы еще не приняли Иисуса Христа? Конечно нет. То есть это где-то внутри, в подсознании, вот есть это чувство, да? Сто процентов. Где-то внутри. И я решил пойти к священнику, в храм и попросить, чтобы он нас венчал. Ну, это... 88-й год, пик коммунизма. За это можно было вылететь с работы, можно было стать там уже, как бы, изгоем общества за такие подобные вещи. Но я переступил страх, я пришел, я сказал, батюшка, там Константин его звали, хочу, чтобы вы нас повенчали. Мы назначили день бракосочетания, ЗАГС, потом мы приехали, потом он совершил какой-то обряд, и 40 минут там что-то менял кольца, вязал руки полотенцем, потом опять что-то возвращал. В общем, ну, как-то хотелось просто Бога, очень хотелось Бога. И даже мы купили в тот момент, я помню, закон Божий, Библии даже не было на прилавках книжного магазина в православной церкви, и мы начали перед сном читать. Мы хотели узнать Бога, мы хотели, там были картинки, как надо руки складывать, два, три пальца. То есть, жена ваша не была тоже, как бы, рожденную сушечником, она просто, как бы, была православным человеком. Да, точно так, как миллионы наших соотечественников. Но вот у нее тоже есть это желание. Да, это удивительно, потому что, когда мы уже по-настоящему пришли к Богу, даже когда мы стали уже служителями, забегая вперед, мы вспомнили, как мы познакомились, вот просто сидели, обедали или ужинали, я не помню, и вдруг говорю, ты помнишь, как все начиналось? С каким вопросом мы познакомились? Она говорит, ты спросил, верующая ли я? Я говорю, да, точно. И мы так получили море удовольствия от этих воспоминаний, что первый вопрос, он был о Боге. И я на сегодняшний день уже 28 лет с этой возлюбленной женщиной, которую люблю, которой дорожу, она не просто моя жена, она мой самый близкий друг. Я знаю, что это правильно, когда мужья и жены, они не просто ведут совместное хозяйство и рожают детей, они дружат, они партнеры. Пастор Юра, мне хочется затронуть тему, а я знаю, что может, как бы, ну, во много раз приходится вспоминать эпизод из вашей жизни, но он ключевой. Это ключевой момент, когда Бог уже очень серьезно имел дело лично с вами. То есть он видел, имел предназначение, убежден, от шеева матери. Вообще уникальное место, Давид пишет, да, 138-й псалом. Мы можем на него ссылаться, когда ты соткал меня в утробе матью. Это вообще, как бы, трудно понять это, осознать, но у него уже были прописаны все дни, когда еще ни одного не было. Аминь. И вот в этой книге вы где-то проживаете, и вот Бог начинает иметь дело с вами. Да, вот вы поженились, вы начинаете иметь совместную жизнь, я так из ваших слов знаю, что вы начали заниматься бизнесом, вот, да, вот несколько слов, и этот пик, когда произошла трагедия в вашей семье, от чего пришли перемены. То есть я хотел бы затронуть этот момент. Окей, я с удовольствием хочу рассказать, потому что, знаете, вот когда человек, еще не зная Бога, интенсивно его ищет, это так же, как бы, заметно сатане. То есть для себя я понимаю такую схему, знаете, весь мир лежит возле. Люди, которые посвящены дьяволу и не ищут Бога, они, как бы, находятся, знаете, вот как в, скажем так, поле сражения, да, весь мир. И люди, которые не ищут Бога, они, как бы, находятся в окопах. То есть сатана в них уверен, они посвятили ему свой бизнес, свое здоровье, свои силы, свои возможности, и дьявол в любой момент их может забрать. Но те, которые ищут Бога, они, как бы, вылазят из окопов, и когда вылазишь из окопов, то с той стороны на тебя направлен, как бы, прицел, да, вот как оптический прицел винтовки, который не стреляет и не может поразить тех, кто внутри этого окопа. Но если человек поднимается и начинает как-то искать Бога, он становится четкой мишенью. Вот что-то произошло в нашей жизни, мы хотели познать Бога, мы венчались, да, мы искали Бога, мы не знали, где этот Бог, который, ну, в наших сердцах, как-то дает нам желание с Ним встретиться. И это, наверное, стало вот той, ну, не то, что ошибкой, да, потому что я не верю, что это была ошибка, это действительно что-то было очень важное в жизни. Но тем не менее, когда мы вот в таком поиске Бога искали, Господа, то дьявол, видимо, запеленговал наш поиск, и он сделал такую страшную вещь в нашей жизни, после которой я вообще не хотел быть и жить на этой земле. А произошло то, что когда мы уже родили первого ребенка, его назвали даже Богом Дан, Богдан, то есть все говорило о том, что ну мы как бы христианская семья, люди, которые хотят свою жизнь со Христом. Просто не было кого-то, кто бы объяснил, наставил, рассказал, потому что это страшное время атеизма, богохульство, где вера искоренялась. И дьявол видел, что мы ищем Бога, и, видимо, он подкараулил нас, потому что я занимался бизнесом, у меня хорошо получалось на тот момент, я мог зарабатывать хорошие деньги, и где-то такое обольщение самодостаточности, самоуверенности, что я смогу пробиться в жизни, у меня все получится. И вы знаете, когда ребенку было два годика, и мы очередной раз с женой поскандалили, потому что если Бог не созиждет по-настоящему, то все напрасно происходит. Мы поскандалили, она взяла ребенка и поехала домой, и по дороге домой она ехала в трамвае. То есть вы не были вместе, да? Не было. Она была сама. Она сама, да, вот возвращалась домой. И когда она ехала в темное время суток, и в трамвае не было освещения, на остановке не было освещения, она была во втором вагоне трамвая. Водитель, которая, женщина, сидела за рулем этого трамвая, она дернула, ну, нажала, как бы, педаль старта, да, и в этот момент Ирина спускалась с лестничной, трамвайной лестницы, и в этот момент из-за резкого движения трамвая у нее выпал ребенок, наш сын Богдан, и одной ногой он попал под колесо. Это был просто шок, и для нее... Сколько Богдану было лет? Два года и два месяца. Два годика. И это был такой шок для меня, потому что в этот момент, когда мне позвонила жена и сказала, что это произошло, моя жизнь в буквальном смысле остановилась. Я не хотел ничего, я не хотел ни денег, я не хотел ничего в этом мире, я просто был настолько разбит, что это даже мне очень тяжело сейчас вспоминать. Вся моя жизнь как будто пошла под откос. Все, что я мог в тот момент, я не знаю, первое, что дьявол мне сказал, беги в гастроном, покупай бутылку водки и заливай свое горе. Это то, что действительно через эту трагедию дьявол хотел и нас... Что именно произошло? То есть у него отрезало ногу, да? Да, ему ампутировали ногу, и он был 10 дней в реанимации. То есть каждый раз мы приходили, и нам врачи говорили, наверное, это последний визит, потому что с этого момента мы не можем... Мы делаем все, что мы можем, как люди. Но он потерял много крови, он крошка, и навряд ли он просто выживет. Поэтому готовьтесь, ну как бы подготавливайте, что скоро вам придется его просто потерять. И вы знаете, в этом состоянии мы просто были настолько травмированы и шокированы, что, честно говоря, я взывал, говорю, Господь, Ты же видел меня, что я не негодяй, я никого не убивал, я не маньяк, я не убийца, я никого не сделал столько зла, как делают другие. Почему со мной так произошло? В чем причина? То есть я заливал свое горе, я помню эти три месяца, самых страшных месяцев в моей жизни, когда я просто утром просыпался, и я брал очередную бутылку, я выпивал, чтобы чуть-чуть заглушить мою боль. Я верю, что в тот момент Бог так сильно вместе со мной плакал. Вместе со мной Он страдал, потому что как бы Он любил меня, но из-за того, что мое сердце было ожесточено. А еще очень важное такое произошло, что накануне этой трагедии нас приглашали подружка жены в евангельскую церковь. И я зашел, я посмотрел, я смотрю какие-то странные люди, у них какие-то песни нетрадиционные, да, какие-то молодой пастор, я не поверил ему. Я сел на последнем месте, последнего ряда, я смотрел с таким, знаете, надмением. Я не понимал, что это был последний позыв Бога перед случившейся трагедией. Потому что Господь всегда приходит чуть-чуть раньше. Он чуть-чуть раньше дает людям шанс, и если человек этот шанс не использует, Бог в этом не виноват. Это уже с годами я понял, что Бог много раз давал мне направление, но мое каменное, греховное, религиозное сердце не воспринимало этот месседж от Бога, что Он хочет сохранить. Я сам был виноват, я сам грешил, я сам делал злые дела. Но, знаете, когда с нами это случилось, церковь, в которую мы первый раз попали, они начали на нас молиться. Я верю, сейчас я верю в силу молитвы Божьего народа. Потому что один человек не может справиться с подобными вещами. Люди молились, они молились, я продолжал заливать горем. Через 10 дней наш сын пошел на поправку. Но, знаете, такой момент, что я понимал, что если люди теряют кого-то, ну, есть момент, когда можно переплакать, да, там, похоронили, забыли. Но когда перед твоими глазами ребенок на всю жизнь остался инвалидом, это, ну, говорит о чем-то более серьезном и страшном, что произошло в нашей жизни. И вы знаете, в этот момент как-то Господь просто начал, ну, пытаться достучаться все-таки по-настоящему в мое сердце. Я помню, через 3 месяца моего такого алкогольного тумана, мне дали кассету, видеокассету. То есть 3 месяца вы просто пьете? Просто, безбожно, это только начинался день. Как жена в этот, как она реагировала на все-то? Ей было еще хуже, еще больнее, ну, по причине того, что она, это как бы дьявол через ее руки сделал. То есть человек чувствовал осуждение, что я, ну, знаете, когда там произошло, и ты не виноват, а когда это через твои, как бы, руки произошло, ей было еще хуже. Ей было намного сложнее. Я, мужчина, я, как бы, думал, что, ну, как бы, каким-то образом мне поможет алкоголь. Но она в тот же день, когда это произошло, она начала тоже молиться Богу. Она говорила, Господь, или меня забери, или вместе с сыном, да, или что-то сделай, потому что это был полный тупик. Но она не пила с вами. Нет, нет, слава Богу, она просто была в таком, знаете, состоянии, но она понимала, что кто-то должен стать первенцем. Я не знаю, где-то подсознательно это было, что она должна вымолить и сына вместе с молящейся церковью, и меня, потому что она видела, как, ну, моя жизнь остановилась. Вау. Это был удар ниже пояса, и просто я перестал зарабатывать деньги, и я говорил, зачем они надо, если есть вещи, которые ты не купишь за деньги. И, знаете, в этом состоянии Господь просто настолько посылал свою благодать, это уже я тогда понимаю, что смотря даже видеокассету со служением там церкви в Швеции, да, мне просто приносили, возьми, посмотришь, не посмотришь. Это христиане. То есть они посещали ваш дом. Ну, да, пытались, но я их выгонял, я говорил, вы мне не нужны, чем вы мне можете помочь, не трогайте меня, наверное, это, ну, как бы тоже последние дни моей жизни, потому что я понимал, что, ну, все, жизнь остановилась, смысл жить дальше. И были мысли там о каком-то самоубийстве, там, ну, просто, я не знаю, как-то было, что, ну, как бы нету, ты потерял смысл жизни. Зачем жить, если на твоих глазах произошло с таким, если бы со мною, я бы нашел как-то, может быть, силы сказать, да, это за мои грехи, но когда с твоим ребенком происходят подобные вещи, ты вообще просто теряешь всякую надежду. Это было. И я помню, когда я очередной раз выгнал там посетителей моих, вставил видеокассету, помню, сидел, заливал свое горе, в один момент, совершенно внезапно, какое-то пришло присутствие всемогущего Бога, это уже я тогда понял, что Бог начал говорить со мной. Я не могу это передать словами, потому что нету таких слов, но я прочувствовал, что вот как будто в мой мир, в мое горе, в мою боль пришел Дух Святой, который начал показывать меня со стороны, да, мою жизнь как-то покадрово, какие-то вещи хорошие, плохие, и я упал в его присутствии, наверное, около пяти часов, я просто плакал, я рыдал. То есть это все в комнате? Это все в моей... Смотрите кассету, никого нет. Никого нет. Алкоголь. Алкоголь. И вот в эту атмосферу приходит Бог. И я помню, что я плакал, и как будто из меня выходило все мое горе, страдания, боль, и в этот момент я просто увидел себя, что я усиленно шел как будто в середину болота, и я уже зашел до того момента, что я стоял уже на носочках, и уровень этого болота был по нижнюю губу. То есть ты стоишь, зайдя вот в эту стихию, да, и любой маленький грех, это будет последний грех в твоей жизни. И Бог сказал, или ты еще делаешь грех, и ты действительно становишься частью этого болота, как прообраз греха или проклятия, не знаю, и уже ты, ну, в болоте тебя засосет, ты не сможешь выйти оттуда. Или ты прямо сейчас поворачиваешься на 180 градусов и начинаешь постепенное движение на берег. И слава Богу, что я сказал, Господь, все, я понимаю, в какой ситуации я хочу остаться жить, чтобы помочь сыну, чтобы что-то сделать, может быть, то, чего я не знаю. И в этот момент я, как бы, ну, реально пережил рождение свыше, потому что, когда я остался этой молитвы, я уже ненавидел алкоголь. За меня никто не молился в церкви, я не отрекался, я просто возненавидел дьявола и алкоголь. Там в комнате я получил свободу. С этого момента я не курил, 21 год никогда. Я был до этого 15 лет зависим от табакокурения. Я был зависим вот из-за этого горя от алкоголя. За эти годы моего рождения свыше в моих руках не было алкоголя, не было сигарет, не было там чужих грудей, женщин. То есть я реально пережил рождение свыше с плодами моего покаяния. То есть это то, что действительно говорит Слово Божье. Реальная встреча с Богом. Реальная встреча с Богом. Друзья, ведь это не выдумка. На самом деле то, о чем сейчас мы здесь говорим, это не просто чья-то прочитанная книга. Это судьба человека. Это реальные вещи, которые вообще возможны сегодня. Потому что масса есть разных таких вещей, вопросов. Люди говорят, как освободиться. Вот вроде каются. Говорят, ну мы вот принимаем Христа в свое сердце. Интересный такой парадокс. Вот вроде бы смотришь, человек покаялся, но у него там еще масса хвостов, там тянутся. И иногда смотришь, человек, который реально встретился с Богом. Вот в одну секунду у него все как бы раз и отрезалось. Возникает масса как бы таких вопросов или мыслей где-то в подсознании, внутри. Наверное, только Бог может видеть сердце человека. Вот что он на самом деле серьезно принимает решение и хочет возненавидеть этот грех или я не знаю как. Как бы там ни было, друзья, Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Всем сердцем верим. То, что делится пастыр Юрий, это на самом деле имеет огромнейшую силу и влияние. И может произойти в вашей жизни. Вот. Мы обязательно помолимся сейчас в конце. У меня есть такое сильное побуждение, чтобы вы помолились. Еще есть женщины, матеря, которые смотрят эту передачу. И в вашей жизни происходили вещи по вашей как бы вине. И дьявол уже долгое время просто может мучает вас и говорит, что вот вы виноваты, вот это из-за вас это все произошло, потому что это его одно из оружий. Да. Вина – это оружие дьявола. Обвинитель. Он потом именно этим покрывает стыдом и стыд – это оружие дьявола, чтобы вы помогли помолиться и просить, чтобы Господь освободил от вины. Да. Потому что все, что не происходит, оно каким-то образом рано или позже Бог проявит себя и оно будет служить во благо. Знаете, я очень знаю знакомств с таким переживанием, когда дьявол говорил в мое сердце на протяжении этих трех месяцев моего горя, когда я проходил этот переломный момент до самого покаяния. Он говорил, что ты скажешь своему сыну? Вот он вырастет. Он скажет, папа, почему со мной это произошло? Что ты будешь говорить своему ребенку? Знаете, внутри меня возникло желание отомстить. Отомстить чисто по-человечески. Я сказал, я убью эту водительшу. Я поклялся на тот момент безбожно, что я сделаю все, я ее подкараулю, я и отомщу за моего сына. И дьявол просто свил в разуме целый план возмездия. Это настолько, ну как бы, я не могу сейчас даже это объяснить в состоянии. Но мне очень знакомо, когда дьявол бьет на то, чтобы не просто, ну, ранить, а именно убить. И я знаю, мирские люди, с которыми происходили трагедии детей, они действительно держали свое слово. Да, там я слышал однажды, несколько лет назад разбился самолет, в котором летели российские дети. И они летели в Германию. И один из отцов погибших детей, он поклялся, и он приехал в Германию, он нашел пилота, вернее, диспетчера, который, ну, как бы, стал виноватым в этой крушении самолета. И он исполнил свое обещание, то есть он лишил жизни. Его посадили, но он шел на суд, как бы, с таким чувством с героизмом, да, в кавычках, что он отомстил. Но это модель, которую дьявол пытается вот дальше и дальше до убить, украсть и погубить. То есть погубить – это окончательная цель. Он украл моего сына, да, пытался украсть его благополучие. Он убил меня как мужчину, как отца, который не смог как-то, ну, предотвратить эту трагедию. Я чувствовал осуждение. Но его цель была вообще погубить, то есть занести в самое сердце преисподне. И меня, и все, и моего сына, и мою семью. И вы знаете, вот сейчас уже, смотря на эти вещи, я понимаю этих людей. Поэтому, если это, ну, есть побуждение в сердце пастора Андрея, я с удовольствием хочу помолиться за тех, кто проходит, может быть, этот сложный момент в жизни. У нас есть несколько минут до конца передачи. Значит, вы принимаете решение, вы принимаете Иисуса Христа там в комнате. После вот этих пяти часов переживания Бога, Бог пришел к вам в комнату. То есть буквально несколько слов. Что произошло после вот этого, вот этой встречи с Богом? Я встал, и я понял, что я другой. Я позвонил жене, я начал плакать, просить, дорогая, приедь, нам надо поговорить. И она приехала, и мы разговаривали, и она видела, что я уже другой. Другой человек. Мы в ближайшее воскресенье пришли в ту же самую церковь, в которую я сказал, я сюда не приду. Действительно, я не пришел, я приполз. Я дождался покаяния, момента на служении, я выскочил, я каялся, я плакал, мне все равно было, что во мне думают люди. Я просто как бы закрепил свое решение уже публично перед людьми и церковью. И с этого момента уже началось все самое, как говорится, лучшее в нашей жизни, потому что поэтапно Господь начал работать над нами. Как Богдан проходил эти этапы? Очень тяжело, конечно, было ему, потому что, ну, представьте, у человека одна нога есть, вторую нету. И на тот момент, это Советский Союз, когда ни один ортопедический институт не мог взяться за изготовление протеза. То есть какие-то еще годы я его носил на руках. Он, будучи ребенком, был беспомощен, он мог только прыгать. И мое сердце, это просто разрывалось, когда я видел, ну, такую ситуацию. Ну, потом чудом как-то там переделывали эти протезы, сделали, он не хотел его одевать. И самое ужасное было, что нам врачи говорили, ну, наверное, он будет прикован к инвалидной коляске. И это самое ужасное, чего мы не хотели. Мы молились, Господь, дай желание, потому что ребенку, как ты его переубедишь? И Господь просто держал уже нас на руках. С того момента, когда мы приняли Бога, Бог реально взял нас на свои руки, уже нес их, нас на себе. И годы шли, он постоянно растет, постоянно надо обновлять, то есть делать больше, организм растет, развивается. И это настолько страшно, что даже мне тяжело даже об этом вспоминать. Сколько пришлось претерпеть, перестрадать, сколько пришлось заплатить цены, чтобы Господь, ну, еще такой важный момент, Господь сверх сил не дает. Он послал нам второго ребенка. Это была наша дочь Ревека, которая, знаете, стала своего рода как бы утешением для нас, потому что мы даже не планировали иметь детей после такой трагедии. Но Бог как-то сверхъестественно дал это зачатие, и мы приняли как ободрение от Бога, потому что когда родилась Ревека, она как-то наши сердца, знаете, как елей на разрыв какой-то, исцеление приходило на разбитую рану. И Господь как-то так, ну, нас отвлек от горя, скажем так, каким-то важным вещам. Мы начали воспитывать дочь, поднимать, и просто на сегодняшний день я, конечно, смотрю, я думаю, слава Богу даже, что из такой ситуации мы пришли к Богу. Слава Богу, что даже через скорби, потому что когда мы придем в вечность, мы увидим людей, которые как бы не проходили такие вещи, были здоровыми, богатыми, успешными, но они сегодня в аду, они сегодня страдают, и они мучаются. Даже лучше, как Христос сказал, с одной ногой войти в Царство Небесное, с одной рукой, даже лучше войти у Бога, в Божье Царство, чем с двумя руками, ногами быть вверженным в гиену огненную. Пастор Юрий, сегодня, конечно, уже много чего изменилось, понятно, что прошло время. Самое интересное то, что вы пастырь церкви и ваш ребенок вместе с вами. Да, не просто, он молодежный пастырь. Вот я имею в виду с вами в служении. Это, конечно, вся слава Богу. Аминь. Вся слава Богу, сильнейшее воздаяние, я верю, нет ничего, я сам родитель, понимаю, что, конечно, мои дети растут, но я наверняка внутри себя где-то подозреваю, что нет ничего лучшего, нет ничего лучшего, чем твои дети. Не просто только верующие ходят в церковь. Дети пастыря. Они глубоко знают Бога, они горят, они ведут за собой людей, и сейчас у него не только отношения, как с папой, он имеет и уровень, и понимает, как и служитель. Поэтому, ну, интересно, очень интересно, как Бог вас ведет, вашу семью, жена ваша, уникальный человек, Божий, молитвенница, и вы имеете вознаграждение. Вот, но в конце передачи, я думаю, что Бог позволит нам, мы продолжим немножко беседу и поговорим еще в следующей передаче, но в конце этой передачи хотелось бы, чтобы вы помолились. Помолились, и чтобы эта передача была ободрением, ободрением для людей, которые, может, задают вот эти вопросы, почему Бог? Вот, есть такое выражение, все почему принадлежат Ему. Нам неизвестны и нету всех ответов в ситуациях, в которых мы находимся, но как бы там ни было, сегодня вы имеете благословение. И верю, что Бог еще больше воздаст вам. Аминь. И очень приятно, лично свое мнение скажу, пастор Юрий, очень приятно, что независимо от позиции, независимо от роста церкви, независимо от вашего положения, я лично вижу от смиренного человека, простого смиренного Божьего человека. И так приятно, потому что вот это притягивает, притягивает и верю всем сердцем, что таким должны быть служители. Аминь, каждый. Для меня это пример, искренно принимаю, подражаю, поэтому хотелось бы, чтобы вы помолились за людей, особенно те, которые чувствуют вину, а может в каких-то ситуациях находятся. Вот, благословите их, и пусть это послужит для них ободрением. Сто процентов я просто хочу сегодня сказать всем, кто проходит нелегкое время в жизни, всем, у кого может быть есть какие-то похожие ситуации. Знаете, есть сила всемогущего Бога, которая однажды проявилась во мне, для меня. Бог пришел, и Он, знаете, взял с этих осколков и что-то начал делать вновь, потому что Его рука не сократилась, чтобы спасать. Его мышца сегодня точно так крепка, чтобы поднять сегодня вашу жизнь. В какой бы ситуации вы ни находились, не убегайте от Бога, бегите к Богу, потому что у Него есть любовь, у Него есть милость. Его праведность сделает вашу жизнь праведной. Он единственный источник для каждого жаждущего человека. Поэтому я сегодня с удовольствием хочу помолиться за вас, дорогие братья и сестры, мужчины и женщины. Кто-то уже знает силу этого Бога, кто-то еще должен познать. Отец Небесный, я молю тебя сегодня во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Господь, я прошу Тебя, все то, что Ты сделал в моей жизни однажды, 21 год назад, когда я был разрушен, разбит жизнью, дьяволом. Господь, но Ты видел, вместе со мной страдал, вместе со мной переживал это трудное время и помог мне. Сегодня я знаю, что есть эта сила воскресения, которую я прошу Тебя, Всевышний Бог, помоги этим людям, поддержи их сейчас, восстанови все то, что дьявол украл. Господи, я прошу, пусть благодать Твоя действует, пусть сила воскресения прямо сейчас воскресит этих людей в их жизненных обстоятельствах. Я благословляю Твоим именем каждого, кто сегодня проходит эти скорби, страдания, переживания о будущем, кому сегодня дьявол навязывает мысли о самоубийстве, о безысходности. Господи, пусть прямо сейчас действует Твоя благодать и милость Твоя превознесется над судом. Благословляю этих мужчин и женщин Твоим именем, всемогущий Бог. Для Тебя нет ничего невозможного. И пусть сейчас по этой молитве все изменится во славу Твою, мой великий и вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Спасибо большое, что вы нашли время, побыли с нами. Вообще очень приятно, что вы в нашем городе и можем иметь это время вместе. Дорогие друзья, вы смотрите передачу «Деяния». И однажды Иоанн сказал такие слова, что если бы записать все, что делал Иисус, не хватило бы книг. И их не хватит, потому что они продолжают писаться Богом. Они продолжают из сотен лет, из десят, из года в год. Они пишутся, эти книги, вот именно рукой Бога, почерком Его. Спасибо, что были с нами. Я верю, что это принесет благословение для вас. И до следующей встречи в передаче «Деяния». Субтитры создавал DimaTorzok